Взгляд катастрофа здесь хорошо знаком каждому. Увидев его, сразу понимаешь, кто здесь главный. Хороший Вася. Умненький. Красивый Вася. Его утро начинается с ласковых поглаживаний, а затем пора на работу. Василий Степанович гордо прогуливается по коридорам Красноярского института повышения квалификации, следит за ходом учебного процесса. Даже с высшим руководством усатый на короткой ноге. К ректору ходит на прием в кабинет, спит. Он делает обход. Делает обход всего здания. Его можно увидеть и на третьем этаже, и на втором этаже. Когда ходим, обход делаем ночью. И он с нами ходит. Он помогает нам. В это учебное заведение он попал еще котенком. Этот малый здесь сторожил. Несет свою вахту вот уже 16-й год. До его появления в подвале шныряли мыши. Но с приходом Василия грызуны навсегда забыли дорогу в учебное заведение. В холодный осенний вечер мы его запустили. Он был совсем маленький котенок. Его кто-то нам подбросил. Мы за ним ухаживали. И он потом прижился. Подрос, мышей ловил. Он добрый, ласковый. Он ходит на лекции, приходит в аудиторию, ложится на стол на преподавательский и слушает. Галина дежурный института. С Васей они закадычные друзья. По ее словам, кот сразу стал всеобщим любимцем. С первых дней он очень живо интересовался жизнью института, а со временем даже стал неофициальным сторожем. Василий Степанович знаком многим деятелям образования по всему краю. Воспитанники института удивляются, вновь увидев старого товарища спустя десяток лет после обучения. А у некоторых чиновников даже появились свои приметы, связанные с хвостатым вахтером. Приезжает, когда к нам Шифрин Владимир Николаевич, он начальник отдела образования Шушенска, заезжаю, говорит, во двор, смотрю, Вася гуляет. Значит, все в институте в порядке. Нашего героя помнят уже целые поколения педагогов. Красноярский институт повышения квалификации начал свою работу 17 августа 1935 года. Главной задачей была подготовка учителей, так как большинство из них в то время не имели даже 7-летнего образования. Сейчас институт помогает современным учителям освоить передовые технологии обучения. Повышение квалификации в традиционном смысле – это лекции, семинары. Мы находим ответы на те вопросы, которые волнуют сегодняшнюю практику образования. И пытаемся обеспечить востребованность школы учениками. Институту скоро исполнится 80 лет. За это время поменялось многое. А наш коктистый герой из года в год остается на посту. Василий Степанович получил свое отчество от бывшего ректора института, который решил оставить животное. Даже спустя годы Степан с теплотой вспоминает своего пушистого помощника. Я Степан Петрович. Решили его называть Степановичем, как родители этого кота. Вообще обсуждали вопросы о том, как сделать, чтобы наша жизнь была здесь поприятней, поуютней, поблагородней. И пришли к тому, что животное всегда помогает. И у нас даже в одной комнате у сотрудника была собачка. Но собачки одной маловато, решили, что попробуем еще и взяли кота. Познакомившись с котом-вахтером, который, кстати, свои преклонные годы очень бодрый, мы отправились завершать работу над этим сюжетом. Наш новый пушистый друг также вернулся к своим обязанностям. Ему пора совершать вечерний обход. Паска, отпусти меня.